Здравствуйте, меня зовут Лидия Андреевна Тарасова, я доцент кафедры кистологии и микробиологии. Сегодня в данной лекции разбираем возбудителя дифтерии и других возбудителей воздушно-капельных инфекций. Воздушно-капельные инфекции это инфекции, предающиеся эрогенным механизмом. Эрогенный механизм один из самых заразных, поэтому воздушно-капельные инфекции широко распространены, но надо сказать, что на первом месте среди этиологических агентов воздушно-капельных инфекций находятся вирусные инфекции, ОРВИ, БИП и респираторные инфекции, а бактериальные инфекции встречаются намного реже, но тем не менее они... Значит, сегодня мы начнем разбор возбудителя дифтерии. Таксономическое положение воздушно-капельные инфекции, семейство коринобактериации, род коринобактериум и есть виды патогены и непатогены. Патогенами является коринобактериум дифтерии, токсигенный штамм. Именно токсигенные бактерии способны вырабатывать гистиотоксин. Непатогенными называют коринобактериум сирозис, псевдодифтеритикум и многие другие. Эту группу в целом называют дифтероидами. Они могут населять слизистую дыхательных путей, носа и мочеполовых путей и они не вызывают заболеваний. Итак, разберем характеристику патогенных коринобактерий и слегка изогнутые палочки. На их концах имеются включения, то есть запас питательных веществ в виде диориополитина. Они не спорообразующие. В мазках они располагаются под углом друг к другу в виде римских букв X, V, Y или же цифр, можно сказать. Окраска по методу Лёфлера применяется метиленовым синим, то есть или по методу Нейсера с использованием ацетата теоретинового синего. По методу Лёфлера бактерии окрашиваются в синий цвет и их включение окрашивается более интенсивно, а по Нейсеру тело бактерии в желтый цвет, а включение в коричневый цвет. То есть это два метода, они используются для визуализации включения. Также они имеют микрокапсулу в фибре, способствующей адгезии. На данном слайде вы видите окраску по Нейсеру. Вот желтые бактерии и по концам у них находятся коричневые включения. Если посмотреть, то можно увидеть как раз те самые римские буквы. Вот V, вот Y, вот X. Это окраска по грамму. Здесь тоже можно увидеть, в общем-то, утолщение на концах, то есть те самые желтые бактерии и характерные морфологические формы. Культивируют их на средах Клауберга и на средах содержащих теорет калия или натрия, на дифференциальных диагностических средах Бучина. Биохимические свойства коринобактерии и дифтерии ферментируют глюкозу, мальтозу, отсутствие активности в отношении сахароза и мочевины – важный дифференциальный признак среди дифтероидов. Они обладают цистеназной активностью, расщепляют цистеин, и на цистеин ставится проба ПИЗУ. Биологические варианты. По культуральным и биохимическим свойствам возбудитель дифферии, коринобактериум дифферии разделяется на три биологических варианта. Это Биоваргравис, Митис и Тромидиус. Биоваргравис образует крупные, шероховатые, серые колонии. И они ферментируют эти бактерии. Это биологический вариант. Крахмал, гликоген, сахароза, гемолиз плюс-минус. Митис, наоборот, маленький, гладкий, черный, и не ферментирует крахмал, гликоген, сахарозу, и при этом может вызывать гемолиз. Интермедиус, может быть, СР, тоже не ферментирует, и не гемолизрует крахмал. На слайде у нас представлен Биоваргравис. Значит, Митис, маленький, черный. Факторы патогенности. Главным фактором патогенности является экзотоксин. Коринобактерии – это термолобильный высокотоксичный иммуногенный белок, который нарушает синтез белка в чувствительных клетках, а именно процесс алангазии белка. Токсигенные штаммы коринобактериум дифтерии обозначаются ТОКС-плюс и являются возбудителем дифтерии. Это я хочу подчеркнуть, что нетоксигенные штаммы не могут вызывать дифтерию. Способность к токсигенности передается бактериофагами в процессе трансдукции к одной бактерии, к другой бактерии. Эпидемиология. Источником, резервуаром инфекции является человек, больной, репанолистен, бактереноситель, путь передачи механизма аэрогены, путь воздушно-капельный. Присутствует сезонность, как у всех воздушно-капельных инфекций осенне-зимнее. Возбудитель хорошо сохраняется в низких температурах, высушенном состоянии, слюна, слизь, пыль и т.д. Клиника-то патогенетические особенности. По локализации наиболее путей носа и причины группа и асфиксии. Групп – это при котором происходит перекрытие отдыхательных путей, и при этом больной человеку не может наступать асфиксия, острая асфиксия из-за перекрытия отдыхательных путей. Вот так. Возбудитель в месте внедрения обрабатывает токсин, спальни с тканью фибринозной пленки. В месте входных ворот экзотоксин вызывает дифтероидное воспаление, которое характеризуется образованием активной этой фибринозной пленки. Кроме того, экзотоксин обладает дистанционным действием, то есть распространяясь через кровь, поражает почки, сердце токсический, вызывает токсический миокардит и деминилизацию нервных волокон. На данном слайде вы видите дифтерию зева и дифтерию кожи. Микробиологическая диагностика. Основным методом является бактериологический метод, посев на толуритовые среды, клаудерка, дифтериальные диагностические среды, бучна. Определение морфологических, тенториальных, культуральных и биохимических свойств, то есть идентификация возбудителя и обязательно определение токсигенности по методу ауктерлони, то есть реакция протипетации в агаре с бумажкой, пропитанной антитоксической сывороткой, на определение токсигенности. То есть в результате бактериологического метода должен быть не просто выделен, идентифицирован возбудитель дифтерии, но и подтверждена его токсигенность. Также используют ИФАС, антитоксиногенетические зонды, и ПЦР для появления фрагмента агена ТОКС+. То есть можно искать ген токсигенности, определять возбудитель с помощью ПЦР в материале. Специфическое лечение, лечение всех токсических инфекций всегда проводится с применением антитоксической сыворотки. В данном случае используется антитоксическая противодифтерийная лошадиная сыворотка и в комбинации с антипевочками, конечно. Для профилактики планово-специфически используются вакцины, есть вариации АКДС, АКДСМ, АДС, АД, АДМ. АДС используется для ревакцинации, буква М означает «малая доза». Следующий микроорганизм – это микобактерии. Микобактерии бывают патогенные и условно-патогенные. Патогенные – это возбудители туберкулеза и возбудители лепры. Условно-патогенные вызывают микобактериозы. Так, значит, микобактерии относятся в порядку активной лициталии семейства микобактериации. Род микобактерия включает в себя патогенные микобактерии туберкулезис, обовис – это возбудители туберкулеза, и микобактериум лепры – возбудитель лепры. Условно-патогенные – это микобактериум авио, африканум, лепромодниум и другие. Микобактериозы вызывают. Итак, возбудитель туберкулеза. Морфология. Возбудители туберкулеза представляют собой праположительные, тонкие, прямые, слегка изогнутые палочки. Их клеточная стенка имеет отличное от других бактерий строение, поскольку она содержит большое количество воска, липида, миколовую кислоту, почему их называют микобактериями. Это обусловляет их гидрофобность, устойчивость воздействия кислот, щелочей и спирта. Их также еще называют кислоту устойчивыми бактериями. По граммам микобактерии открашиваются очень слабо, поэтому для них используются другие методы, в частности это метод Цильнильсона, метод для выявления кислоты устойчивых бактерий. Они неподвижны, споры капсул не образуют, возможен переход в L-форму без клеточной стенки. На данном картинке вы можете увидеть красные палочки, окрашенные по методу Цильнильсона. Здесь микобактерии туберкулеза внутри клеток, краска тоже по Цильнильсона. Электронная микроскопия, мы видим здесь клеточную стенку такую мощную, укрепленную восками, липидами. Бактерископическая диагностика, окраска по Цильнильсона, это окраска карболовым фуксином с подогреванием, последующим обеспечиваем серной пислотой, соляным кислым спиртом, это окраска метиленовым синим. То есть при прогревании липиды, которые находятся в клеточной стенке бактерий, они расплавляются, и карболовый фуксин проникает в внутриклеточные стенки, окрашивает ее в красный цвет. Затем липиды возвращаются в свою твердую форму, и при обеспечивании серной кислотой или спиртом они не пропускают вот этот обеспечивающий компонент. Поэтому бактерии остаются окрашены в красный цвет, не воспринимают в синий. А они кислотоустойчивые, то есть их красят сначала карболовым фуксином, затем они смываются кислотой и окрашиваются в синий цвет. В данном случае мы видим скопление кислотоустойчивых микобактерий. Алюминисцентная микроскопия. Культуральные свойства. Возбудители туберкулеза микобактерии являются аппликатными аэробами, очень медленно растут на питательных средах, то есть рост обнаруживается только через 2-3 недели. Для культивирования используют среды, содержащие яйца, глицерин, картофель, аспарагин, витамины, соли. Чаще всего применяют яичную среду, линштейна, генцена или синтетическую среду, сотона. Колонии образуются сухие, морщинистые, обладают биохимической активностью, позволяющей дефицировать их любви. Основной тест – это ниоциновая проба и напопление уже в кассете никотиновой кислоты. Биологические свойства микобактерий. Высокое содержание липидов, в том числе жирных кислот, таких как миколовая, втиоидная, туберкула, стеариновая и другие. Кислоты спиртощелочевого устойчивость, гидрофобность, несовершенный фагоцитоз, способность тканей вызывать выраженную реакцию гиперчувствительности замедленного типа. Факторы патогенности. Главным фактором агезии является кортфактор, антифагоцитарные факторы, воска, особенно воск, сульфат и некоторые другие соединения. Они блокируют фагоцитоз, особенно слияние фагорезосомы. Сульфолипиды подавляют активность изосомальных ферментов. Фасативная и восковая фракции липидов вызывают сенсибилизацию организма. Ацетонорастворимые липиды усиливают иммунеросепрессивные свойства, микобактерии модифицируют гибридные клетки хозяина. Липиды обеспечивают устойчивость к комплименту, свободным вертикалам фагоцитов. Основной фактор туберкулина обладает токсическим и аллергическим свойством. Туберкулина запускает гиброчувствительность замедленного типа. Основной фактор патогенности это токсический гликалипид, кортфактор, теголоза 6,6, демиколяд, который располагается в толщине поверхности клеточной стенки. Патогенез. Взаимодействие микобактериум туберкулезис с организмом человека начинается при попадании в инкулителя в левки. После адгезии с помощью кортфактора захватываются альвеолярные макрофаги. События, которые происходят дальше, макрофаги либо сдерживают размножение микобактерий, либо нет. Определяются соотношения между патрицидной активностью макрофагов и эрабиронентностью микобактерий. Наверное, вы слышали, что есть наследственная предрасположенность к туберкулезу, она как раз таки связана с тем, что патрицидная активность макрофагов может быть снижена, и это генетически обусловлено. Конечно, такие люди, они больше подвержены к заболеваниям, вызванным паразитом, склонным к внутриклеточному размножению. После размножения внутри макрофага микобактерии его разрушают. Моноциты, выходящие из кровотока под влиянием факторов химотаксиса, захватывают освобождаемые из разрушенных макрофагов микобактерии. То есть один разрушил, в другой зашел. Макрофаги переносят микобактерии в ближайшие лимфатические узлы, где они долго сохраняются ввиду незавершенного фактстоза. Таким образом, первоначальное попадание возбудителя в легкие или другие органы вызывает развитие малого специфического воспаления макрофагальной инфильтрации. Через 2-4 недели после заражения начинается следующий этап взаимодействия микобактерий с макроакорганизмом. При этом наблюдается два процесса. Реакция повреждения ткани под гиперчувствительностью замедленного типа и реакция активации макрофагов. С развитием иммунитета и накоплением первичного очага в первичном очаге большого количества активизированных макрофагов формируется туберкулезная гранулема. Гранулемы состоят из лимфоцитов и активированных макрофагов, то есть эпителиоидных и гигантских клеток. Здесь вы видите гранулема гиперчувствительность замедленного типа. В центре нее расположен газиозный микроз. Ее окружают эпителиоидные клетки и клетки пирогового анханса, то есть тканевые макрофаги, и фибробласты. Развитие реакции повреждения ткани приводит к образованию центра гранулема очага газиозного микроза. В случае заживления очага некротические массы уплотняются, обозвестляются в результате отложения цели кальция. Покруг очага формируется соединенная тканная капсула очаг гона. То есть вот эта вот туберкулезная гранулема, она может перейти в состояние инпоксуляции, обозвестивлению, то есть консервируется очаг воспалительный. и впоследствии он будет называться очаг гона. Формируется соединенная тканная капсула. Но микобактерии в виде L-форм сохраняются в таком очаге жизнеспособность долгие годы. То есть вот этот очаг гона это законсервированный микроорганизм. Считается это выздоровлением, но неполным. То есть человек может при снижении иммунитета может быть у человека реактивация этого очага и развитие вторичного туберкулеза. Из первичного туберкулезного очага может происходить бронхогенно, липогенно, гематогенно, диссиминация микобактерий с образованием очагов других тканей. То есть если очень штамм вирулентный, то есть если он очень агрессивный, то из первичных очагов легких, из лимфатических сосудов он может распространяться и в другие органы и ткани и тогда может быть туберкулез любой локализации. Это характерно для агрессивных штаммов. Источником инфекции является человек больной туберкулезом, органов дыхания, пути передачи воздушно-капельной резой лимитарной контакты. Микобактерии туберкулеза очень устойчивы во внешней среде. В проточной воде они могут сохранять жизнеспособность до одного года. В почве и навозе 6 месяцев. На различных приметах до 3 месяцев. В высушенном гноме мокроте до 10 месяцев. При кипячении возбудитель погибает не сразу, только через 5 минут. В желудочном соке через 6 часов. Опять же, пастеризация 30 минут. Прямой солнечный свет убивает микобактерии в течение полутора часов, а ультрафиолетовый выучится 2-3 минуты. То есть, кварц помогает. Дезинфектанты, содержащие хлор, убивают микобактерии в течение 5 часов. Туберкулез распространен повсеместно. Росту заболеваемости способствуют социально-экономические факторы. Основной фактор это голодание, то есть, недоедание снижается, иммунитет, и человек становится более подверженным заболеваниям. В последние годы регистрируется большой подъем заболеваемости в мире, ну, а Якутия вообще играет цель регионам эндомичным по туберкулезу в связи с сложными климатическими, экстремальными климатическими условиями и большему подверженности респираторным инфекциям. Вирус иммунодефицит в человеке с синдромом приобретенного дефицита вызвали заметное увеличение числа случаев туберкулеза в некоторых странах, но с другой стороны проблемы заключаются в распространении микобактерий с множественной лекарственной устойчивостью. То есть, есть такие штаммы, которые обладают полирезистентностью и плохо поддаются лечению. Лабораторная диагностика, клинический материал гной, макрота, кровь, бактериальный экстрад, спинно-возговая жидкость, если это генерализованная форма. Плевральная жидкость также и моча при распространении туберкулеза. Методы диагностики бактерископические, это прямая краска мазка макрота по методу цельницина или мазка после обогащения. Концентрирование макроты метода инфлотации и комогенизации. Вот здесь вы видите как раз картинку. Это окраска мазка макроты прямая, то есть нефлотированный, неконцентрированный мазок. Здесь мазок после флотации и после флотации мазок становится более концентрированный, поэтому бактерии становятся в поле видимости больше, чем если не использовать флотацию, если делать прямой мазок. Дальше используют люминесцентный метод окраски родомином аурином, метод микрокультур прайса, густой мазок макроты на стекле обрабатывают кислотой, не фиксируют, помещают в сыворотку. Через 5-7 дней окрашивают поцель Нильсона и при наличии кортфакторов видны слипшиеся жгуты микобактерий. Вот такие вот жгуты. Пактериологический метод используется для проверки эффективности лечения, то есть не для диагностики, а для мониторинга лечения, для подбора эффективной антибиотикотерапии. Посев производится на среду Леменштейна и Йенсена. Обнаруживается соответствующая колония, идентифицируется и производится определение чувствительности выделенного штамма к антибиотикам. Биологический метод для заражения морских свинок выделения чистой культуры туберкулиновая проба и метод ПЦР. Вот метод ПЦР является одним из преимущественных методов диагностики туберкулина на настоящий момент. Кожно-аллергическая проба МОНТУ. Внутрикожное введение высокоочищенного туберкулина ППДЛ вызывает у инфицированных микобактерий местную воспалительную реакцию в виде инфильтрата и покраснения реакции гиперчувствительности замедленного типа. Неинфицированные люди никакой реакции на введение туберкулина не дают. Эту пробу применяют для выявления инфицированных сенсибилизированных людей. Дифференциации микобактериум туберкулиозис и микобактериум болис. Для этого используется неоциновый текст и биологическая проба. Лечение в настоящее время по степени эффективности противотуберкулиозные препараты кельцин на три группы. Группа А изионизит инфорпицин группа Б стрептомицин канамицин группа С ПАСК и Тиоацидон. Профилактика специфическая с использованием вакцин БЦЖ. Эта вакцина содержит живые аверулентные микобактерии полученные из микобактериум БОВИС путем многолетних пассажей на средах содержащих желчь. То есть путем атонуации. Микобактериум БОВИС утратил он стал альтернативным штаммом то есть ослабленным не способным вызывать заболевания человека и поэтому он используется как вакцина. Поствакцинальный иммунитет связан с формированием непочувствительности замедленного типа. хорошо. На этом все. хорошо. stopped parkingом